Всем друзья привет! Сегодня у нас будет интересная и возможно необычная распаковочка двух интересных товаров для видеонаблюдения и для дома. Итак, не затягиваем, погнали! Первый товар находится у нас в вот такой вот коробочке и это будет очень маленькая миниатюрная камера SQ11, мини-диви камера. Поставляется она с интересной поставочкой, внутри у нас идет сама камера, кабель, по которому мы заряжаем и подключаем ее к телевизору. Потом вот такая вот прищепочка, которой мы можем привинтить и закрепить камеру в любое место. Ну и такая прищепочка, то есть в роли обычной прищепки мы сюда вставляем камеру и закрепляем ее на любой поверхности. С виду у нас камера вот такая вот интересная, я думаю вы уже видели много раз ее в других роликах или на заставках каких-то. Она у нас вот такой вот радужной расцветки, красного цвета и выглядит она реально очень маленько. Я не знаю, честно говоря, как она будет записывать, потому что я уже пытался на нее записывать, когда ее тестировал. И у меня компьютер не воспроизводил этот файл. У нас файл, кстати, AVI. Я не знаю почему, вроде распространенный файл, но пишет она в AVI и компьютер почему-то сдох. Здесь у нас с правой стороны находится слот для карты памяти, для флешек, microSD и зарядка. Зарядка опять же поставляется у нас совмещенной вот с таким вот тюльпанчиком. Подключается в обычную USB, заряжается без проблем и время для зарядки этой камеры нужно всего лишь пару часов. Данная малышка в режиме съемки видео будет работать около 100 минут, так что вам не хватит для постоянного видеонаблюдения. Если, конечно же, вы ее не подключите через какое-то приложение или через ноутбук, как обычную камеру к компьютеру. Я уже подключал эту малышку к компьютеру и она показала очень посредственные качества видео. Прям очень посредственные. Честно говоря, я думал, что эта камера будет снимать лучше. Но если вам нужно, например, запечатлеть в какой-то нужный момент дня или вечера, что делается в вашей комнате или, не знаю, в коридоре, допустим, то эта малышка подойдет. Я думаю, 3 часа должно было бы хватить. Опять же, качество видео такое себе прям посредственненькое заявляется, что она у нас пишет в HD и Full HD, то есть 1280x720 и 1920x1080. Данные качества подтвердить пока что не могу. В конце ролика, если мне удастся на нее что-то снять и вам показать, я обязательно покажу. Опять же, фотки она делает, так себе, очень плохие. Видео снимает вроде, но компьютер мощный сдох при открытии этого файла. Управляется камера с помощью двух кнопок. На верхней части у нас можно видеть кнопку запуска и кнопку M. M это настройка режимов, то есть или фото или видео. Все очень просто и легко. Главное один раз разобраться, как это все работает и она будет работать. Во время запуска у нас мигает или синяя лампочка, или красная. В данный момент мигает синяя лампочка. И допустим, когда идет запись, лампочка загорелась, вы еще раз один раз нажали и она начала мигать. Синяя лампочка. Ну и пошла запись. Пишется на microSD карту. 256 гигабайт она не принимает. После 256 гигабайт поставил 32 гигабайта и все начало работать, все начало писаться. Вот такой вот интересный первый товар. Если вам интересно, переходите по ссылкам в описании, смотрите, ознакомливайтесь чуть поближе. Камера очень узкого направления, но возможно кому-то пригодится там за кем-то посмотреть, подглядеть. Ну вот эти вот интересные шпионские дела. Вы меня понимаете. Далее ко мне на обзор пришли три вот таких вот замечательных датчика температуры от Xiaomi. Пришли они три, но покажу я вам один. Ну один, я же вам не буду каждый раз спаковать, показывать, правильно? Такие датчики очень полезная штука, скажу я вам в доме. Допустим, вы заказываете три, они идут в три в комплекте, стоят около 6 или 7 долларов. В комплекте у нас идет сам датчик и в датчике встроенная, внутри уже есть аккумулятор. И вот такая вот наклеечка, липучка, двусторонний скотч. Вы на эту липучку можете приклеить, допустим, в детской, в ванной, в другой любой гостиной комнате, допустим. И через пару секунд сразу же вам покажется температура и влажность воздуха. Хочу заметить, что датчик имеет миниатюрные формы, он очень легок и имеет белый стильный вид. Ну, в общем, Xiaomi, что тут говорить. Все сделано под умный дом Xiaomi и под расцветку этого бренда в основном. Датчик очень прост в использовании. Чтобы его запустить, нужно снять заднюю крышечку. Под задней крышечкой мы увидим батарейку, вынимаем предохранитель батарейки и датчик начинает работать. И показывать нам температуру и влажность. Я так думаю, что нужно, чтобы прошло полчаса или хотя бы час, для того, чтобы датчик, так сказать, показал уже вам правильную температуру. Он сразу будет вам показывать какие-то значения, но они, я не уверен, что они будут правильные. Потому что, открыв два датчика, положив их вместе, каждый из них по отдельности показал разную температуру и разный процент влажности. Так что, я уверен, пройдет около получаса или час, и датчик вам покажет нужную температуру. Штука очень удобная и полезная, стоит недорого. Я вот уже закреплю себя в квартире. И сейчас вам покажу, какую температуру и влажность показывает сей гаджет. Вот такие два интересных товара были сегодня у меня на обзоре и в таком небольшом тесте. Напишите в комментариях, что вам понравилось и пригодилось бы. Хотя я уже, наверное, знаю ответ, пригодился вам бы вот такой вот датчик или набор с таких трех датчиков. Потому что мало кому из сей гаджет пригодится. Хотя, возможно, очень даже кому-то и в тему он будет нужен. Обращаю ваше внимание еще раз. Качество записи и фото очень посредственное. Хоть и там заявлено, что 12 мегапикселей, он пишет в 1080, но это Китай. Возможно, оригинал писал бы лучше, хотя заявлено, что это оригинал. Не могу спорить и утверждать, но мне кажется, что это такая копия, хорошая копия. Но оригинал, я вас уверяю, будет стоить в разы дороже. Все это можно заказать по ссылочкам в описании в китайском магазине Banggood. Заказываю уже не впервой. Можете переходить смело и заказывать. Вот этот датчик просто классная штука. Спасибо вам за просмотр. Обязательно пишите свой комментарий, что вам понравилось и пригодилось. И жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok